В Москве состоялся круглый стол, на котором обсуждались возможные последствия вступления в силу поправок антитеррористического пакета, так называемого пакета Яровой. На нем присутствовали представители операторов связи, аналитики. Представители власти отклонились от этого обсуждения. Закон гласит хранить все, всю информацию всех людей по всей стране. Ложится это на плечи операторов связи. Факты коммуникации хранить три года и все содержание, включая видеоконтент, включая все письма пользователей, включая все мессенджеры, социальные сети. Полгода. Присутствовавшие отметили, что даже одно только оборудование для хранения подобного рода информации хотя бы в течение полугода потребует 15 миллионов 4-терабайтных винчестеров. И получается порядка 15 тысяч тонн. 15 миллионов винчестеров таких, каждый весит по килограмм, примерно 15 тысяч тонн веса. Мы, люди, животные среднего размера, трудно понимаем большие величины, как маленькие. Давайте переведем в маленькие. 15 тысяч тонн. Значит, Boeing 747, самая большая модификация на взлете, полностью заправленная с пассажирами и грузом, ну, примерно 400 тонн. Ну, это типа почти 40 поингов. В мире в год производится 100 миллионов винчестеров. Из них только 17 миллионов пригодны для того, чтобы хранить информацию россиян. Получается, что на полгода потребуется годовое мировое производство 4-терабайтных винчестеров. Ну, необходимое оборудование будет стоить, первоначальное, будет стоить около 3 триллионов. Триллионов рублей. Для того, чтобы оборудовать новое помещение для обработки данных, потребуется техническое помещение, климатическое оборудование, энергообеспечение, охранные и противопожарные системы, магистральные линии связи, физическая охрана, обслуживающий персонал. Что касается системного обеспечения для обработки и хранения данных, его пока нет. По подсчетам специалистов, стоит оно будет дороже материальной части вопроса. Власти страны прогнозируют, что Россия сама займется производством оборудования и системного обеспечения. Однако, подобного исторического опыта у нашей страны нет. Как и во всем мире. Таким оборудованием придется оснащать всех операторов связи. Именно они должны будут вложиться в это. Следствием этого станет резкий скачок тарифов на услуги операторов. Оплата всего нового оборудования ляжет на плечи самих россиян. Людям придется платить по счетам в 3-6 раз больше денег, чем сейчас. Но даже если это произойдет, то не обязательно система будет исправно работать. Я бы вот как инженер хотел бы остановиться на каком вопросе. Вот если мы строим дорогу, это не значит, что мы строим транспортную сеть. Если огромное количество операторов делают свои системы хранения, это не значит, что мы делаем общегосударственную систему безопасности. То есть кусочки – это не целое. То есть надо создавать единую централизованную систему. И единую централизованную систему надо проектировать сверху. То есть это инженерная, проектная работа. Это не то, что приняли закон, дали команду, и там огромное количество операторов что-то делает, и в итоге что-то хорошее получается. Эксперты предполагают различные пути решения. Например, сократить время хранения с нескольких лет хотя бы до 12 часов, что трудно реализуемо для операторов. Даже при таком недолгом сроке хранения некоторые операторы не смогут обеспечить себя необходимым оборудованием. Они просто-напросто уйдут с рынка. Так что интернета, связи и телевидение, даже в случае хранения данных в течение 12 часов, лишатся треть россиян. Поэтому все должны понимать, что закону быть, закон надо исполнять, но исполнение его в наших российских реалиях возможно уже готовится, как реализация передела рынка. И именно сообщество крупных операторов готовится рынок разделить. Обсуждение вопроса на этом совещании перешло в дебаты. Некоторые эксперты сходились на том, что пакет Яровой все-таки будет принят. Сопротивляться с этим бесполезно. В таком случае возможно сейчас взять в свои руки ситуацию посредством объединения сил операторов. Обсуждение проблемы, нахождение путей решения. Что сейчас уже происходит? Ну, закон принят. Сейчас даны поручения президента правительству. Готовят соответствующие поднормативные акты. И мы хотим принять участие в их подготовке. С тем, чтобы они соответствовали возможностям операторов и уровню технологий, которые есть в стране. Эксперты также считают, что этот закон не имеет смысла. И стоит бороться за его отмену или пересмотр. Поскольку противников пакета Яровой по всей России достаточно много, власти страны предлагают проголосовать за отмену этих поправок. Сейчас делать это можно на портале Госуслуг.